Книга «Открытым оком», том 26, тема «Промысел Божий», вопрос 3859. «Желание познавать новое, и это от любопытства, или все же вложно сие от Бога?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог вводит человека в этот мир, наполненный тем, что человек может и должен познавать, чтобы прославить, создать за его милость. Псалом 91, 5 стих. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творень Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Когда бы в покорности незнания нас Жить Создатель осудил, неисполнимые желания Он в нашу душу бы не вложил, Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться, Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда бы нам полного блаженства не должно вечно было знать. Но чувство есть у нас святое, надежда Бог грядущих дней, Она в душе, где все земное, живет наперекор страстей, Она залог, что есть поныне, на небе или в другой пустыне, Такое место, где любовь предстанет нам, как ангел нежный, И где тоски ее мятежны, душа узнать не может вновь. 1831 год. Михаил Юрьевич Лермонтов. Притчи 10-12. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь крывает все грехи. Песни песней Соломона 8-7. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если б кто давал все богатство дома своего за любовь, То он был бы отвергнут с презрением. Когда в свою сухую ниву я семью истины приял, Оно взошло и торопливо, я жатву первую собрал. Не я растил, не я лелеял, не я поел его дождем, Не я над ним прохладой веял, или ярким согревал лучом. О нет, я терном и волчцами посев небесный подавлял, Земных стремлений плевелами его теснил и заглушал. Владимир Сергеевич Соловьев. Бытие 3-19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, Ибо прах ты и в прах возвратишься. Исайя 66-14. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, И кости ваши расцветут, как молодая зелень, И откроется рука Господа рабам его, А на врагов твоих он разгневается. Когда креста не стенет мочи, Когда тоски не побороть, Мы к небесам возводим очи, Творя молитву дни и ночи, Чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением Нам улыбнется счастье вновь, Благодарим ли с умилением От всей души, всем помышлением Мы Божью милость и любовь. 10 июня 1899 год. К. Р. Псалом 85-17. Покажи на мне знамение во благо, Да видят ненавидящие меня и устыдятся, Потому что Ты, Господи, Помог мне и утешил меня. Мои стихи не я вынашивал, Бывало всякое, не скрою, Порою трус пером их сглаживал, Герой чеканил их порою, Влюбленный их писал возвышенно И лжет скропал, наполнив ложью, А я мечтал о строках писанных, Как говорят, рукою Божью. Расул Гамзатович Гамзатов, Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст Ваших, А только доброе, для насыщения вере, Дабы оно доставляло благодать слушающим. Иакова 3, 6. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, Что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, Будучи сам воспаляем от гиены. Молвы язвительной и дерзкой, Внимая ложный приговор, Стыжусь ответить бранью резкой На необдуманный укор. Гонение зрителя равнодушной Я испытал уже давно, Что зло бечерни малодушной Ответ презрение одно, Пускай позор несправедливый Она готовит мне в тиши, Грозу я встречу терпеливо И сохраню покой души. Мои невинности сознания И незапятнанная честь, Незаслуженные страдания Дадут мне силы перенесть. Я прав, и этого довольна, И что бы ни было со мной, Я не унижусь добровольно Перед язвительной молвой. Я не подам руки свободной Ожесточенному врагу. Скорее погибну благородно, Но твердость воли сберегу. Иван Никитич Никитин, 1849 год, Сирахов 11.6 Не гневайся за всякое Оскорбление на ближнего И никого не оскорбляй делом. Второзаконие 31.6 Будьте тверды и мужественны, Не бойтесь и не страшитесь их, Ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою И не отступит от тебя И не оставит тебя. Начинаем повесть про совесть. Это очень старый рассказ. Временами едва высовываясь, Совесть глухо упрятана в нас. Погруженная в наши глубины, Контролирует все бытие. Что-то вроде гемоглобина, Трудно с ней, нельзя без нее. Заглушаем ее алкоголем, Тешим пилим, рубим и колем, Но она нараспил, нараспыл, На разлом, на разрыв испытана, Брита стрижена, бита, испытана, Все равно не утратила пыл. Борис Слуцкий Иоанна 8.9 Они же, услышав то, И, будучи обличаемы совестью, Стали уходить один за другим, Начиная от старших до последних, И остался один Иисус и женщина, Стоящее посреди. Деяние 24.16 Посему и сам подвязаюсь всегда Иметь непорочную совесть Пред Богом и людьми. 1 Петра 3.16 Имейте добрую совесть, Дабы тем, за что злословят вас, Как злодеев, Были постыжены Порицающие ваше доброе житие Во Христе.